Я не ожидал, что первый пункт в моём списке будет так популярен у женщин. По-видимому, многим женщинам нравится этот предмет одежды, потому что он прост, стоит недорого, и мужчина в нём выглядит отлично. Что же это? Это хорошо сидящая на мужчине чёрная футболка. Леди под ником Active3Substance3 выразилась так. Не знаю почему он, но я просто обожаю, когда мой парень надевает чёрную футболку. В ней он выглядит сексуально. Что ж, Active3, не беспокойся, я объясню тебе причину. Причины две. Во-первых, чёрный цвет в сочетании с синими джинсами позволяет взгляду охватить фигуру целиком. Создаётся такой монохромный силуэт, который стройнит фигуру. Вторая причина. Тут важно убедиться, что футболка хорошо сидит. И, господа, даже если у вас не идеальное тело, этот предмет одежды поможет вам выглядеть выигрышно. Если вы полноваты или, наоборот, худощавы, подберите себе футболку, которая хорошо сидит в рукавах, в плечах, в груди и дело в шляпе. Следующий пункт в моём списке – это рубашка Хенли с длинным рукавом. Как худощавый парень с точными руками, я не могу отметить Хенли, потому что в этих рубашках я хорошо выгляжу, особенно если эти рубашки тёмного цвета. Хенли – это мужская рубашка, которая вам подойдёт, если вы хотите выглядеть немного крупнее в торсе и плечах. Чёрт побери, отлично выглядит с расстёгнутыми сверху пуговицами, чтобы слегка приоткрыть зону волос на груди. Пусть он наденет Хенли. Ещё одна важная деталь Хенли – это V-образный ворот. Можно было бы, конечно, надеть на такую рубашку футболку с V-образным воротом, и это выглядело бы прекрасно, но мне нравится Хенли в чистом виде, так сказать. Потому что он выглядит немного наряднее обычной футболки с длинным рукавом или обычной футболки с круглым воротом. В Хенли вы получаете V-образный ворот, пуговицы, да и можно закатать рукава, чтобы показать предплечье, что очень нравится дамам. Да и как бонус, если вы носите классическую рубашку или если вы носите Хенли, никогда не бойтесь закатать рукава. Женщинам нравится, когда мужчины показывают вены на предплечьях. Да, видимо, это их по-настоящему сводит с ума. А сейчас я хочу поговорить о важности посадки одежды. Наверное, вы слышали поговорку «главное, чтобы костюмчик сидел». Господа, не могу не согласиться. И для иллюстрации своих слов, позвольте показать вам одно фото. 2003 год, на фото в ряду стоят все новички НБА. То есть они все одеты в костюмы и вроде бы все отлично, верно? На самом деле, не совсем так. Костюмы сидят плохо, особенно если сравнить фото с новичками 15 лет спустя. Ребята те же самые, высокие, худочавые, подтянутые мужчины. Однако разница в посадке одежды – это просто день и ночь, если сравнить два фото. Перейдем к костюмам, неудивительно, что они в моем списке. Женщинам нравятся мужчины в костюме. Костюм показывает ваши плечи, ваша грудь кажется мускулистой. Костюм стройнит вас в области талии. Это просто отличный предмет одежды, который должен быть у каждого мужчины. При этом никогда не покупайте костюм, который вам не подходит. И, господа, это действительно важно. Вы можете потратить 2000 долларов на костюм, но если он на вас плохо сидит, вы не будете выглядеть в нем хорошо. Вы можете купить фирменный костюм, но это не означает, что он будет на вас хорошо смотреться, если посадка плохая. Так что, когда вы покупаете одежду, особенно дорогую одежду высокого класса, например, костюм, убедитесь, что она на вас хорошо сидит, если это готовая одежда. Можно внести корректировки, например, в рукавах. Но все же выбирайте то, что на вас идеально сидит, или то, что можно подогнать. Следующий пункт в списке неожиданный для меня – это худи. Да, женщинам нравятся худи. Вот что они говорят. Мне нравятся мешковатые худи. Простая одежда, но такая привлекательная на всех. Я простая девушка. Мужчина, который красиво натягивает на себя худи, может на многое рассчитывать. Я понятия не имею, на что парень там может рассчитывать, но я понимаю, что такое красиво натянуть какую-то одежду. Если у вас хорошая форма, многие парни думают, мне нужно носить одежду, которая подчеркнет мое тело. Нет, нужно носить одежду, которая хорошо на вас сидит. Выбирайте то, что вам подходит. Не бойтесь надеть что-то более свободное. Толстовка с капюшоном – отличный вариант. Классический джемпер. Такой вид свитера. Свитер выгодно отличается тем, что женщинам приятно прикасаться к шерсти. И это, я думаю, связано с самыми древними мозговыми структурами первобытных людей. Когда мы видим что-то мягкое, особенно кашемир, приятную на ощупь шерсть овцы, нам хочется подойти поближе и потрогать ее. И когда женщина прикасается к тебе, дотрагивается до твоего свитера, барьер между вами ломается. Она как будто инициирует общение между вами. И знает она об этом или нет, но она посылает вам сигнал, «Эй, ты мне интересен, меня тянет к тебе». Да, все началось с обычного прикосновения к вашему красивому свитеру. Так и если у вас небольшой запас свитеров, и вы носите их не так часто, купите простой свитер, но чтобы он хорошо сидел. Это ключевой момент. Как бы то ни было, с круглым воротом, с V-образным воротом, на молнии, расстегнутой на четверть от горла, свитер создаст отличный образ. Цвет может быть совсем простым. Можете начать с серого, он подойдет ко всему в вашем гардеробе. Но для разнообразия и чтобы получать комплименты, можно выбрать красный. Сейчас я немного отойду от темы, но красный цвет вообще-то делает мужчин более привлекательными. В одном исследовании около 10 лет назад, двое парней проводили презентации, абсолютно одинаковые. Но один парень был в красном свитере, а другой в синем. Они испытывали реакцию на разные цвета. Суть в том, что парень в красном показал совсем более привлекательным. Также его сочли более компетентным и более уверенным в себе. Я не предлагаю вам надевать красный костюм, я просто советую добавить в свой гардероб немного одежды красного цвета. Например, купите красный свитер или красный нагрудный платок для костюма. Не стоит надевать сплошь красный костюм. Люди решат, что вы с приветом. Я хочу сказать, что красный цвет – это простой способ выглядеть более привлекательно и компетентно. И завершая тему свитеров, хочу сказать, что мне по какой-то причине постоянно в запросах попадались свитера с высоким воротом. Я знаю, что такие водолазки многим парням не нравятся, им кажется, что они не льстят их телосложению. Если вы не уверены в водолазке, забудьте о них. Но если вы готовы поэкспериментировать, попробовать что-то новое, попробуйте имитацию водолазки. И как мне кажется, из женщины, которым нравятся мужчины в свитере с горлом, особенно в сочетании со спортивным пиджаком. И это приводит нас к разделу повседневных пиджаков. Я говорю о кожаных пиджаках, замшевых пиджаках, джинсовых куртках, куртках с карманами и спортивных куртках. Все это относится к разделу повседневных курток. В спортивных куртках или куртках в целом, мне нравится то, что они делают ваши плечи широкими. Почему это украшает мужчину? Потому что так вы выглядите выше и более широкоплечем. Вы воплощаете в себе силу и мужественность. Благодаря куртке ваши руки кажутся крупнее, так вы можете привлечь внимание к своим рукам. Когда вы застегиваете центральную пуговицу на спортивной куртке или застегиваете куртку на молнию, визуально ваш шторс выглядит стройнее, особенно если вы мужчина в теле или у вас есть несколько лишних сантиметров в этой области. Когда вы подчеркиваете плечи, они выглядят широкими, а не узкими, что придает вам очень мужественный вид. Так что в куртке вы легко сможете выглядеть более привлекательным. Сейчас, когда на дворе жаркое лето, это сделать намного сложнее. Вы можете выбрать для себя более легкую летнюю куртку. Следующий пункт не так уж популярен, но я думаю, что стоит упомянуть жилеты. По словам девушки с ником Хаглова Локтопус, мне до странности нравятся жилеты. Они выглядят отлично, при этом их недооценивают. Господа, если вам интересно, что такое жилет, то это то же самое, что и безрукавка. Давайте взглянем на варианты для жилетов. В жаркую погоду, если вам хочется надеть не только классическую рубашку, когда на вас брюки классическая рубашка, но нужно что-то еще, чтобы собрать образ воедино, но на улице 30 или 35 градусов. Почему бы не попробовать жилет? А как насчет килтов? По словам Флемет 78, килты очень сексуальны. Ивл Грей Флай говорит, я что, одна люблю килты? Я их просто обожаю. У меня есть несколько друзей шотландцев, они рассказывали мне историю о том, как дамам нравятся килты. Но вообще-то я думаю, что это такой региональный феномен, наподобие того, как некоторым женщинам нравятся лысые мужчины. Лысые парни, вы, наверное, знаете, как некоторые женщины любят подходить к вам, класть руку на вашу голову и говорить «О, как я люблю лысых», и как будто делать вам массаж головы. Многие лысые парни рассказывали мне нечто подобное. Пишите в комментариях, какие у вас есть региональные особенности, не входящие в мой список, которые сводят с ума женщин, и которые дополняют то, что рассказал я. На самом деле я кое-что вычеркнул, то, что очевидно, например, трусы-боксеры, хорошо сидящие джинсы и сапоги. И если вам интересно, почему женщинам нравятся сапоги, почему они находят их столь привлекательными, ребята, посмотрите вот это видео рядом со мной. Я подробно разбираю каждую деталь, объясняя, почему у каждого мужчины должна быть пара сапог. Ребята, посмотрите это видео, не пожалеете. Узнайте для себя много интересного.